Дядя! 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 Скорее деда, чем дядя. Я баба. У меня внуки старшие. Внуки. 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 Через Селену? Да, можно через Селену и так. А на Южной куда? Второй в Максим. Второй дом. Дедушку надо забрать. У них уже давно на маршрутке. Или на чем-нибудь другом доехал. Быстрее, чем мы собирались. Была бы хорошая повода и пешком быстрее дойти. Сегодня я пешком шла отсюда. Роскошная там, где мы живем. Нормально лицо чуть-то. Маршрутки у нас. А ходят они туда вообще? Конечно. Они ходят через нас. Туда и в центр. Ходят. Туда на кольцо чаще, чем в ту сторону. Утром хорошо. Каждые 20. А в такое время уже можно. А в выходные вообще не ходят. В выходные вообще, в воскресенье, там и суббота это одна маршрутка. Она все роскошная. Да. То есть два раза, если проехала, то хорошо. То есть сразу можно, если куда-то надо, или такси, или на машине, или с напряжением, куда пешком. Ну такси вызвать я знаю как это. Я сам пытался выезжать. Неделю назад. Там ехать всего три километра надо было. Тоже скользко было. В десять вечера начал вызывать. До четырех утра вызывал, плюнул. Пока меня спать и положили. Хотелось сильно домой. Ну да. Но я боюсь по такой дороге ездить. А вот утром встал и опять полтора часа. По всем службам. Я в трех службах работаю. Свои сначала с пресс-службой обзвонил. Потом всех подряд обзванивать. Уже тут тоже. Я говорю, накину сотню лишнюю. Пусть заберут, приедут. Полтора часа и еле выжать. Проблема. Я живу в том же районе. У нас заказов там нет. Оттуда выехать невозможно.